Кировск тоже отметил широкую масленицу весело и в прямом смысле зажигательно. Программа гуляний пришлась по душе всем, от мала до велика. Были и блины, и бесплатный сладкий чай от молодежной организации предприятия «Апатит», а также игры, конкурсы, забавы. Но кульминационным событием масленичных гуляний в Кировске стало конкурсное шоу «Ледяная пила». Это яркое зимнее шоу, уже ставшее традиционным для Кировска, как всегда, привлекло немалое количество зрителей. В этом году на арену мастерства, вооружившись бензопилами, шпателями, долотой и стамесками, вышли четыре команды скульпторов из Мурманской, Московской и Вологодской областей. Все многократные победители различных фестивалей и конкурсов. За полтора часа ледяным скульпторам предстояло сделать как минимум произведение искусств. В соответствии с положением, каждая команда должна за 90 минут из глыбы льда превратить глыбу льда в шедевр. Для всех условия одинаковые. Критерии также прописаны все в положении в нашем. Создано профессиональное жюри, в которое входит состав скульптора и художники. Мероприятие для города очень важно по нескольким критериям. Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, это привлекает внимание зрителей. В-третьих, это, в принципе, очень веселое и активное мероприятие. Данное мероприятие, оно под эгидой администрации города Кировска не первый раз. И мы традиции, конечно, будем продолжать. Организаторами мероприятия тоже традиционно выступили Комитет образования, культуры и спорта города, Дворец культуры, а также спонсоры фестиваля, в числе которых профсоюзная организация «Фосограпати» и предприниматели города. Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам, которые приняли участие в организации подготовки этого мероприятия, потому что без них у нас бы на самом деле ничего не получилось. Всем-всем огромное спасибо. В течение часа над площадью города стоял рёв, бензопил и витала ледяная пыль. Участники работали над обрубовкой своих творений, то есть придавали им основные черты. А дальше бензопилы постепенно начался менять более тонкий инструмент, которым мастера прорисовывали детали. А пока они наводили красоту, лоск и блеск, мы выведывали секреты мастерства. Как здесь рисуете? Что основное учитываете? Тема. Учитываю структуру, из чего делаю. То есть лёд хрупкий, то есть более такая фигура цельная. Ну, учитываю материал, с которого работаю. А качество льда как-то влияет на работу скульптора? Да, конечно, влияет. Конечно, влияет, но когда лёд прозрачный, тогда очень здорово. С погодой в этот день крайне повезло. Лёгкий морозец ничуть не портил впечатление. А те, кто всё-таки мёрз, присоединялись к танцующим. Либо грелись горячим сладким чаем от молодёжки Апатита. Ну, отличное впечатление. Посмотреть мастеров в работе. А то приходишь, уже всё готово. А как делается, что делать? Конечно, интересно, когда они что-то же видят, да? Я не вижу, они видят. А сначала вообще ничего, а потом уже проявляется интерес. Какое настроение у вас прекрасное. Ведь масленица – это раз. Во-вторых, весна скоро будет. Всё нормально. Спустя ровно полтора часа после начала конкурса жюри подвело итоги. Первое место досталось сборной Московской и Вологодской областей с композицией «Оранжевое море». Но как бы ни решила жюри, каждая из работ – настоящий шедевр, который добавляет нашему городу волшебства. Теперь остаётся надеяться, что эта ледяная сказка, подаренная участниками шоу, будет радовать нас до тех пор, пока не растает.